Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николая Слепцов и Мария Сунхалырова у микрофона ведущей Саргалана Антонова. С 20 по 30 ноября в Якутске проходит декада, посвящённая Дню профсоюзного работника и Году труда в Республике Саха, Якутия. Сегодня каждый день приносит всё новые и новые изменения. Профсоюз является единственной организацией, которая имеет право по закону и на деле представлять интересы и защищать права работников. Трудовой кодекс Российской Федерации определяет права профсоюза в трудовых и социально-экономических отношениях, согласно которым члены профсоюза пользуются преимуществом перед другими работниками. Итак, что нужно для того, чтобы профсоюз оставался сильной организацией? С какими вопросами к нему чаще всего обращаются? И что в планах профсоюзных лидеров на сегодня и на завтра? Об этом и не только сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Это председатель Саха-Якутской Республиканской Организации Общероссийского профсоюза работников культуры Анастасия Ивановна Самсонова. Добрый день. Добрый день. И заместитель председателя Варвары Гаврилиевны Михайловы. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах нашего радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, а начать наш разговор, конечно, хотелось бы с истории профсоюза работников культуры. Когда начала свою работу Общероссийской Организации, я знаю, что в этом году она отмечает свой юбилей. Да. Ну, Общероссийский профсоюз работников культуры был создан 13 апреля 1953 года. В то время слияние произвели в четырех организациях. Это профсоюз работников политико-просветительских учреждений, профсоюз работников искусств, профсоюз высшей школы и научных учреждений и промышленного производства. Вот. Все они объединились и создали Общероссийский профсоюз работников культуры. И тут первым председателем профсоюза работников культуры был избран Иван Лебедев. Потом, значит, 9 июня 1953 года указом Президиума Верховного Совета Якутской СССР было создано Министерство культуры. Путем, опять-таки, соединения управления по делам искусств, управления по делам культурно-просветительских организаций, управления кинофикацией и управления по делам полиграфии, печати и книжной торговли. Вот. И тогда, значит, первым министром культуры был назначен Герасим Васильевич Попов. И буквально же на другой день, это уже 10 июня, значит, Якутский обком партии КПСС издал постановление о работе Тимофеева Василия, которого, значит, избрали председателем Организационного бюро по созданию профсоюза работников культуры. И он до 30 ноября 1953 года провел огромную работу. Создал 22 первичные профсоюзные организации в городе Якутске, 37, значит, райкомов и мискомов в Лусахне. И вошли членами профсоюза более трех тысяч работников. Это уже 75% от общего числа работников культуры. Но это довольно-таки большое количество людей. И вот 30 ноября, значит, созвали первую областную конференцию профсоюза работников культуры. И вот с этого момента идет отчет времени деятельности нашей республиканской организации. И в то время было избрано 76 делегатов. В работе конференции приняли участие 65 делегатов. И первым председателем, значит, областного комитета избрали как раз, вот, значит, Василия Тимофеева. Ну, за все эти годы, за 70 лет работы нашей профсоюзной организации было до меня 6 председателей. Это вот как раз Тимофей Василий Максимович, потом, значит, Николай Никифорович Жантуров, Иван Архипович Федоров, Степан Спиридонович Татаринов, значит, Игорь Алексеевич Дмитриев, Данил Иванович Николаев. Ну, а секретарями работали Хаенко Людмила Ивановна, Дина Дмитриевна Дичковская и Любовь Михайловна Коротких. И в то время, конечно, для них основными направлениями профсоюза были жилищно-бытовая работа, физкультурно-оздоровительная работа. Потому что в то время фонд социального страхования входил в состав республиканской организации. Ну, это были, конечно, средства фонда социального страхования, но организационной работой занимались профсоюзы. Поэтому, конечно, в то время было очень много зданий профсоюза, да, очень много было кружков, да. Вот, очень много проводилась работа по оздоровлению работников, это обеспечивали бесплатными путевками и так далее. Ну, а потом в 2000-х годах уже фонд социального страхования отошел от профсоюзов, ну, мы остались со своими профсоюзными взносами, да. Уже, конечно, финансово было уже очень тяжело, да, в то время. Вот, ну, и сейчас испытываем некоторые трудности. Хотя мы про свою профсоюзную организацию такого сказать пока не можем. Потому что у нас работают очень, ну, большинство нашего профсоюзного актива – это общественники. У нас ни одного председателя на улусном уровне нет, который бы работал как бы в штатном режиме, да. Они все у нас общественники. Вот только благодаря им мы вот до сих пор существуем, развиваемся и работаем. Благодаря их неиссякаемой энергии, активности, да. Но давайте перейдем к дню сегодняшнему, да, а сколько человек на сегодня составляет и численность Республиканского профсоюза? Ну, наш профсоюз работников культуры объединяет все 34 улусных территориальных организаций и 55 учреждений культуры и средств массовой информации города Якутска. Всего по Республике у нас 564 первичных профсоюзных организаций, что в численном отношении составляет, ну, если по работающим взять, всего по Республике 11 730 работников культуры и средств массовой информации. На сегодняшний день из них у нас состоит в профсоюзном членстве 9059 членов профсоюза, это где-то, ну, 77 процентов. Ну, у нас, в принципе, численность мы держим, ну, идет, конечно, маленькое идет снижение, ну, по одному, по два процента, но это есть на то свои причины. Ну, сюда входит в численность не только работающие, но и студенты тоже. Какие основные функции возложены на профсоюзную организацию и какие вопросы могут решать с ее помощью члены профсоюза? Ну, первое, это, конечно, представление интересов работников в отношениях с работодателями, вот, и второе, это, конечно, защита трудовых прав и интересов работников. Ну, мы эти функции считаем, что, ну, достаточно хорошо выполняем, да, потому что в отношениях с работодателями это через локальные нормативные правовые акты, вот. Вот, по защите трудовых прав работников, это через консультации юридические, да, вот, через защиту, иногда даже бывает в судебном порядке, к сожалению, да, это переговоры с работодателями, это информационная работа через нашу отраслевую газету, через наш сайт, через, значит, канал Телеграм, да, и так далее. В деле защиты прав и интересов людей труда, конечно же, на первый план выходят вопросы социального партнерства, вот, есть ли на сегодня понимание со стороны работодателей положения трудящихся, да, и вообще, как проходят этапы переговоров по составлению коллективных договоров? Ну, сейчас я скажу, что, конечно, понимание со стороны работодателей есть, да, потому что, если вот так вот взять, да, у нас 553 профсоюзных организаций, и из них 540 организациях имеется коллективный договор. В 13 организациях он не отсутствует, он просто есть, но они не успели его вовремя пролонгировать, вот, да, или же вовремя заключить новый коллективный договор, поэтому считаю, что это же тоже же зависит от работодателей, да, что они понимают, подписывают, И самое главное, наши профсоюзные активисты контролируют ход выполнения условий коллективного договора, и, конечно же, в этом помогает еще и проведение таких республиканских конкурсов, как лучший социальный партнер, как лучший коллективный договор и так далее, да. На нашем уровне мы, вот, если говорить о соглашениях, то мы заключили соглашение с Министерством культуры и духовного развития республики Саха-Якутия и с Министерством инноваций, сфорового развития и инфокоммуникационных технологий республики Саха-Якутия на 2022 и 2024 годы. Ага, а вот в чем значение этого документа? Да, он имеет большое значение, потому что на основании вот этих соглашений как раз и принимаются коллективные договоры. И в этом году мы, значит, заключили дополнительные соглашения, это в части, значит, дополнительных льгот гарантий мобилизованным работникам, которые призваны в специальную военную операцию, да, в части дистанционных работников, оплаты им компенсаций за использование своего оборудования, там, за использование интернет-трафика и так далее. Ну и по деспонсоризации работников. Вот эти три важные вопросы мы включили в наши соглашения. Наши работодатели, министры с этим согласились. Вот и подписали вот соглашение. Он будет действовать до 2024 года. Хорошо. Какая работа вообще проводится по обучению профсоюзных лидеров, решению насущных вопросов? Ведь обучение – это тоже очень, надо сказать, важный вопрос. Да, конечно. Профсоюзное обучение проводится систематически и планово. Вот при нашей республиканской организации действует школа профсоюзного актива, школа правовых знаний и Академия труда. Ну, Академия труда – это для руководителей учреждений культуры, искусств и средств массовой информации. Ну, с охватом, значит, отделов кадров, отделами кадров. И школа правовых знаний – это для опытных наших председателей правкомов, первичных профсоюзных организаций. А школа профсоюзного актива – это для молодых председателей. Вот мы берем за год план работы и по плану их обучаем. Кроме этого, у нас проводятся семинары. Сейчас, тем более, мы используем онлайн-семинары, которые позволяют охватывать наши еще и улусные организации. Поэтому охват профсоюзным обучением стал более широким. И близится, наверное, к 100%. Да, к 100%. А тут я могу добавить еще. У нас есть школа молодого профсоюзного лидера. Это при Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Вон туда мы по квотик ежегодно от 3 до 10 молодых работников принимают участие. Они обучаются и получают сертификаты об обучении. Кроме этого, мы еще обучаем по охране труда. По охране труда мы придаем очень большое значение, потому что травматизм и несчастные случаи – это такие вещи, которые происходят. Это не в план входит. Поэтому мы стараемся обучать по охране труда и руководителей, и уполномоченных по охране труда, и специалистов, и членов комиссии по охране труда. И вот это обучение проводим по своей инициативе, и еще оплачиваем половину стоимости обучения. По итогам этого обучения они получают удостоверение установленного образца. Или же раньше давали такие корочки, а теперь они выписывают протоколы. Это обязательно, потому что на три года они должны это иметь. Если нет такого удостоверения, это большие штрафы могут быть со стороны гострудинспекции. Ну и, естественно, уполномоченных мы семинара проводим у себя в РИСКОМе. Без преувеличения можно сказать, что профсоюзы держат руку на пульсе жизни, видят реальные проблемы человека труда. И, не ожидая подсказок, сами предлагают свои действенные рецепты их решения. А вот какие важнейшие инициативы, предложения профсоюзов получили поддержку на республиканском уровне? Есть такое? Есть, конечно. А еще в 2007 году Федерация профсоюзов Республики Якутия наделена правом законодательной инициативой. Это не в каждом регионе есть такое, это только в нескольких регионах. Это было еще, когда был председателем Александр Николаевич Ким Кимен. С этого времени Федерация профсоюзов внесла свыше 15 законопроектов, в том числе 6 законопроектов республиканского значения. И тут я хочу сказать, что в этом году у нас принят, вернее, вышел указ главы нашей республики о социальном партнерстве в сфере труда в республике Саха Якутия, который очень хорошо поддерживает именно профсоюзы. В этом указе рекомендуется работодателям оказывать содействие в создании первичных профсоюзных организаций, в развитии социального партнерства, в развитии комиссий, трехсторонних комиссий. Нам же рекомендовано взаимодействовать с органами государственной власти, местного самоуправления и с работодателями. Если говорить конкретно о нашей республиканской организации, Вот недавно только я встретилась с депутатом Государственного собрания Илтумен по культуре и средствам массовой информации Виктором Николаевичем Губаревым. Мы с ним обсудили вопросы о досрочной пенсии творческих работников. Это для нас очень большая проблема сейчас, потому что в связи с пенсионной реформой увеличили выход на пенсию наших творческих работников еще на 5 лет. Это очень большой срок. К тому времени наши балерины, гимнасты и так далее, они как бы обзаводятся семьей, рожают детей. И, конечно, теряют форму и никак не могут, например, 45-летние женщины сравниться с 20-летними девушками. Им довольно-таки это сложно. Поэтому мы вели разговор об этом. Виктор Николаевич посоветовал создать нам вместе рабочую группу и направить письмо в адрес Государственной Думы. Потому что это вопрос, вернее, закон-то федеральный, он не принимается на республиканском уровне. И второй вопрос, который мы с ним затронули, это вопрос как раз о работниках средств массовой информации. У нас, я бы сказала, что это самая незащищенная категория получается. Потому что и заработная плата небольшая, никаких они льгот, компенсаций не имеют. Поэтому мы говорили о том, что надо бы разработать закон о средствах массовой информации в республике Саха-Якутия. На уровне России у нас есть, а вот на уровне этого республики у нас нету, к сожалению. Ну что же, мы надеемся, что вот такие инициативы действительно будут поддержаны. Дорогие друзья, сейчас мы прорвемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня наш разговор посвящен работе профсоюзных организаций. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. В сфере труда профсоюзы играют важную роль в защите прав и интересов сотрудников. Они представляют собой организации, которые объединяют работников различных профессий, отраслей и борются за улучшение условий труда и социальных гарантий со стороны работодателей. Итак, наш разговор сегодня посвящен Дню профсоюзного работника в Республике Саха-Якутия. Итак, что нужно для того, чтобы профсоюз оставался сильной организацией? С какими вопросами к нему чаще всего обращаются? И что в планах профсоюзных лидеров на сегодня и на завтра? Об этом и многом другом сегодня мы говорим с гостями нашей студии. Я напомню, что это председатель Саха-Якутской республиканской организации, Общероссийского профсоюза работников культуры Анастасия Ивановна Самсонова и заместитель председателя Варвары Гавриловна Михайлова. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит в прямом эфире одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах нашего радио. Телефоны студии прямого эфира 32 00 66 32 11 66. Если у вас есть вопросы к моим собеседникам, то, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. А вообще, как проходит профсоюзная жизнь коллектива? Давайте этой стороне тоже уделим внимание. Хорошо. Ну, нас в аппарате всего 6 человек. Это на всю республику. 34 улуса, 55 учреждений культуры и средств массовой информации, как я и сказала, больше 9 тысяч членов профсоюза. У нас работа, конечно, кипит, можно сказать, с утра до вечера. Вот как Анастасия Ивановна сейчас сказала, в основном наше направление работает защита прав и интересов работника, нашего члена профсоюза. Но кроме этого, конечно, у нас очень много разных мероприятий проводится. Мы можем похвастаться тем, что у нас очень много акций проводится. Ежегодно меняются эти акции. Акции многодетной семьи, посвященной акции молодому специалисту, акции «Собери ребенка в школу», акции инвалидов. Они чередуются ежегодно. И вот эту акцию мы всем перечисляем по 5 тысяч. Кроме этого, мы для оздоровления наших членов профсоюза выделяем по 10 тысяч частичку для оплаты путевок. Это оздоровительные санатории или же туристические путевки. Кроме этого, если они с детьми поехали, по 5 тысяч еще на каждого ребенка. Если, допустим, работник поехал с тремя, с четырьмя детьми, это уже получается, он получает 30 тысяч от РИСКОМа. Это очень хорошая такая подмога для них. Ну и кроме этого, у нас, естественно, разных мероприятий очень много. Это эсэхи, которые мы проводим два года. Два года один раз. Это нас сплачивает очень сильно. Все учреждения выходят. И, конечно, мы радуемся приходу лета. Ну и кроме этого, я бы отметила нашу спартакиаду, которая уже больше 20 лет проводится. И очень сильно объединяет всех наших членов профсоюза. Ничто так не объединяет, как это вот азартные спортивные соревнования, состязания. Наверное, сами вы, работники НВК, знаете, потому что всегда вы в лидерах. У нас в спартакиаде мы делим на три группы. Первая – это сильная, у которых, считаем, как сильная группа, которая объединяет учреждения с большим количеством работников. Так, вторая группа у нас средняя, и третья группа, у которых малочисленные. Допустим, от 10-12 работников. Вот и проводятся соревнования по 9-8 видам спорта. Это у нас уже в будущем году все уже ждут. Прямо надеются. Но тут хотелось бы еще добавить, что ежегодно стараемся добавить какой-то вид спорта. Мы вот включили дартс, очень так сплотило. Включили стрельбу из лука. Сначала только для мужчин, но в будущем году мы хотим включить женщин. Они тоже заинтересованы. Ну и хотим еще какой-то новый вид спорта включить. Ну и много чего. И тут времени, наверное, не хватит. Хорошо. Я знаю, что в вашем профсоюзе получило развитие молодежное движение. Да, вот как давно у вас существует молодежный совет? Ну, молодежный совет у нас был создан в 2008 году. И в этом году, кстати, тоже юбилей. 15 лет нашему молодому, молодежному совету РИСКОМа, который объединяет самых таких инициативных, активных, творческих молодых работников, которым до 35 лет. И наш молодежный совет, они себя называют черникой. Вот черника, вот это название мы носим. Почему черника? Они думают, что это может быть из-за того, что свет наш фиолетовый, он ближе к фиолетовому, да, и черника вот такого же света, может из-за этого. Он говорит, нет, они говорят, что это вот черника, это растения, которые помогают зрению. И это раскрывает вот именно... Лучший вид, расширяет кругозор. Расширяет кругозор, да. И вот детям раскрываем глаза. Вот это как... Естественно, за эти годы у нас за 15 лет было проведено очень много мероприятий. И молодые, они быстро, как бы сказать, возраст 35 лет, оказывается, очень быстро приходят. Поэтому отчетно-выборные конференции у нас в два года один раз бывают. И каждый раз мы выбираем новых председателей, новый состав. Я вот хотелось бы еще сказать, что ваша Евгения Павловна Давыдова, председатель первичной вашей профсоюзной организации, она была в свое время председателем молодежного совета. И от вас есть тоже представитель, который у нас входит в наш молодежный состав. Так что это очень отрадно. Да, отрадно слышать. Этот год, как вы знаете, объявлен годом труда. И я думаю, что, конечно же, у вас есть трудовые династии. Давайте, наверное, о них скажем несколько слов. Да, конечно, у нас их, и их у нас очень много. Вот, например, семья полиграфистов Алферовых. Есть семья знаменитого нашего кинодраматурга-сценариста Льва-Львовича Габышева. И его дочери, значит, Лира, Ася, Альбина, Луиза, Наталья. Они все известны не только в нашей республике, но и за ее пределами. Мы можем сказать про Александру и Василия Винокуровых. Это семья руководителя танцевального ансамбля «Каталык». Вот, их, значит, его родная сестра, племянница, значит, невестки. Они все работают в сфере культуры. Вот, но также могу сказать про династию художников. Это Петр Алексеевич и Людмила Даниловна Захаровы. Их дети тоже, да, семья Герасимовых из Чуропчинского улуса. Их дочери тоже. Там одна художница, другая, значит, акробат. Ну и много-много других, про которых мы почти в каждом номере нашей отраслевой газеты «Голос профсоюза» публикуем материалы. Вот, также о них мы рассказываем и на сайте нашего Рискома профсоюза работников культуры. Вот, поэтому у нас династий много, еще будет. В телеграм-канале, наверное, есть информация. Да, в телеграм-канале обязательно. Но еще в дальнейшем будем все равно о них рассказывать. То есть происходит своего рода популяризация, да? Да. Рассказ о трудовых династиях, да? В эти дни Федерация профсоюзов объявила декаду, посвященную профессиональному празднику, да? Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия вы здесь проводите? Ну, мы, вначале бы я еще хотела рассказать про неделю молодежную. У нас была неделя профсоюзной молодежи, которая была посвящена Всемирному дню молодежи 10 ноября, да? И вот эта вот неделя у нас прошла очень так насыщенно. Каждый день был, как бы сказать, приурочен какому-то дню или чему-то посвящен. Там ребята посетили и музеи, и в военно-патриотическом смотре участвовали. Ну и еще... Чуть-чуть забыла маленькое. Ну там много всего мы, значит, провели. И кроме этого у нас, значит, декада. Декада с 20 по 30 проходит. Это Федерация профсоюзов. Ну и мы тоже отдельно риском тоже свой план сделал по этой декаде. Ну, у нас первое, значит, открытие было бесплатная, как бы сказать, консультация юридическая. Все приходили и получали бесплатную помощь юридическую, да. Кроме этого у нас, значит, проводились семинары. Потом вот завтра у нас намещается круглый стол, называется «Мотивация профсоюзного членства в современных условиях», где будут выступать не только председатели, активисты, но и социальные партнеры. Ну и самое такое вот наше завершающее мероприятие, это 1 декабря. У нас будет торжественное собрание. У нас на шестом этаже будет торжественное собрание, посвященное 70-летию нашего, значит, юбилея. И мы туда пригласили всех наших активистов, всех наших социальных партнеров, друзей своих, партнеров, ну и активных членов профсоюза. Хорошо. Поделитесь, пожалуйста, секретом, вот как сохраняете бодрость, оптимизм при такой сложной работе? Я знаю, что вы действительно сказали, что шесть человек у вас в аппарате работают, и такой огромный объём работы у вас. Ну, наверное, это то, что мы, когда делаем добро людям, да, вот как-то берём вот это радостное событие, оно как бы нас вселяет в надежду, в веру. И когда кому-то делаешь добро, радуешься, может быть, даже больше, чем этот человек сам. Ну и, конечно, наверное, отпуск, да, как у каждого человека, когда хорошо отдыхаешь, вот тогда и набираешься сил и энергии. Хорошо. Какие события этого года вы считаете наиболее такими значимыми в жизни профсоюзной организации? Ну, это, во-первых, среди, вернее, у нас в профсоюзах 2023 год является годом социального партнёрства. Поэтому мы по социальному партнёрству провели огромное количество мероприятий, встреч и так далее. Я вот до этого тоже рассказывала, да, вот. Потом, значит, год труда, конечно, это тоже занимает очень большую часть нашей работы. Ну и подготовка к 70-летию нашей республиканской организации. Вот под эгидой вот этих трёх больших событий у нас прошла вся наша годовая работа. У нас телефонный звонок, давайте возьмём наушники, послушаем. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста. Это Иван из города Якутска звонил. Я хотел вопрос задать. Вот профсоюзы, они борются с зарплатой нам дворников, охранников, уборщиков. Там они все минималку даже не получают. Там по 20 тысяч, вся зарплата по 15 тысяч. Они как, они поборются с этим или как всегда только с этим занимаются? Спасибо. 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 Я отвечу, наверное, на этот вопрос. Ещё в 2013 году вышел, значит, мы, как его называем, суперзакон, который, значит, вот как раз обслуживающий персонал перевёл на аутсорсинг. И у нас по этому, значит, суперзакону тысячи человек должны были уйти, попасть под сокращение. Вот мы, значит, провели огромнейшую работу для того, чтобы сохранить численно своих работников и отстояли права на работу наших улусных работников культуры, сельских работников культуры. И благодаря этому мы сохранили 700 человек. Но 300 человек, конечно, они ушли на аутсорсинг. Это как раз и сантехники, уборщицы, электрики. Вот, да, поэтому они сейчас все работают у нас по гражданско-правовым договорам. Поэтому не являются членами профсоюза. Но, несмотря на это, вот, например, недавно только ко мне заходили работники обслуживающего персонала Сахатеатра. У них была задержка заработной платы, значит, где-то в течение шести месяцев. Но об этом только мы узнали, от них только. Вот, переговорили, ну и как раз подоспело, видимо, выделили бюджетные отсыгнования, и они получили свою заработную плату. Вот сейчас они, к сожалению, все на аутсорсинге. У них, как бы, другие работодатели. Вот, да. Вот клининговые компании их обслуживают. Поэтому мы с ними ничего сделать не можем. Мы не можем на них влиять, потому что это, как бы, не входит в наше профсоюзное обслуживание, к сожалению. И с какими чувствами вы вступаете в 2024 год, который президент страны обозначил как год семьи? Пожалуйста. Ну, год семьи, это, конечно, имеет очень большое значение, да. Особенно сейчас, наверное, действительно, вот поддержка семей, особенно тех семей, у которых мобилизованы там члены семьи в специальную военную операцию и так далее, да. Поэтому мы, конечно, будем принимать свой план работы, ввести работу. И это, в первую очередь, в первичных профсоюзных организациях пройдет, да, конкретно. Мы же, для нас же, вот, профсоюзов 2024 год, это год отчетно-выборной кампании. У нас будут отчеты и выборы, начиная с самых низкого уровня, да, это с первичных профсоюзных организаций, заканчивая Центральным комитетом профсоюза, вот. Поэтому очень большой объем работы предстоит. Да, сейчас тоже предстоит очень большая работа. Ну, семья, это, конечно, ячейка общества, как в наше время говорили, да. От семьи зависит все. И как в семье, допустим, себя чувствуют члены семьи, от этого зависит и работа, я так считаю, да. Поэтому нынче, как год труда, он проходит, и год семьи, мне кажется, очень даже это отрадно, что вот этот год посвятили году семьи. Потому что от семьи зависит, если человек, допустим, работник, он выспался, он отдохнул, если в семье все ладно, он и будет отдавать больше энергии работе, и больше, значит, от него будет пользы. Как говорится, вот Салтыков Щедрин сказал в своей сказке, да, как мудрый глухарь сказал, когда семья вместе, то и душа на месте. Ну, естественно, от этого и зависит, скорее всего. Ну, мы радуемся, что год семьи будет. Ну, и у нас осталось время только поздравить своих коллег с профессиональным праздником. Ну, и кроме того, у вас юбилейная дата, юбилейные мероприятия. Ну, я пожелала бы всем нашим членам профсоюза, вернее, сначала поздравила бы их с 70-летием нашей республиканской организации. Желаю, конечно, крепкого здоровья, потому что без здоровья, ну, никак. Вот, и всегда быть оптимистами в жизни вообще, да. И, конечно, дальнейших успехов в нашей ответственной и общественной работе во благо человека труда и члена профсоюза. Ну, что же, я благодарю вас за очень интересный и актуальный разговор. Поздравляю вас с юбилейной датой. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сергея Антонова. Всего вам самого доброго. И до свидания. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»